приветище это плохой парень в школе и мы продолжаем здесь шалить да ты кстати заценил мой кожаный костюм мой новый костюм который я купил в прошлой серии если ты не видел ее и я между прочим еще снял рюкзак теперь я вообще пацанчик зачетный да не то что вот эти вот бандиты с рюкзаками выглядят как настоящие школьники а вот я реально бандюган так в общем чё пацаны они мне дали уже задание они сказали мне попрыгать на пяти школьниках на своем погостике погостик это кузнечик вот такая штука кстати да есть тебе нравится эта игруха то прямо сейчас опускайся под видео ставь лайк и подпишись на канал чтобы не пропустить следующих видео по этой игре пацанчик если у меня это получится довольно сложно это сделать но я сейчас попробую раз о нифига себе какого откинуло да это больно девчонки ой простить сразу двух короче сработал эффект домино одно прокинул другая упала опа ну-ка еще разочек у вас смотри надо ты прости что я по тебе два раза попрыгал вот еще вот этот вот пацанчик нет тебя пропустим вова смотри вот это девчули ну блин давай запрыгивай давай же есть контакт так а чё насчет наших бандюганов если попрыгаю на бандюганах они же тоже ученики правильно же ну-ка на на них нельзя к сожалению на них нельзя о можно но только нам не засчитывают они вообще какие-то бронелобы и слушай ну понятно отбитые пацаны ладно пойдем тогда вот этим пацанам раздадим опа готова 5 чуваков я ушатал своим кузнечиком вы на класса штука все таки чё это такое новый предмет это что кислота какая-то же пойдем в библиотеку нет не библиотеку где она где она в кабинет химии по-любому там она если ты забыл то у нас есть грави пушка вот такая вот пушка да щас я примагничу от этого чувака иди сюда смотри этот парень такой думает о нифига это ресепшн ну нифига себе пацана грави пушкой сказал флайфа что произошло он выбрался из грави пушки и наказал меня кто бы мог подумать что он вырвется с нет ладно фиг с ним надо дойти до пацан а нет надо найти кабинет химии чё я туплю кабинет химии он по моему на втором этаже где я как раз и нашел грави пушку там ботаны сидят и изобретают для меня всякие плохие штуки которые позволяют мне тут бандюганить кабинет химии у нас здесь вон они ботаны сидят химича тут здорово а нет здесь нет этой скляночки но здесь есть что джетпак прошлой серии я тебе обещал что мы на нем обязательно полетаем я хватает джетпак сейчас повеселимся а вот тут чё у нас вот она где эта штука то была и чё это такое давай возьмем я это выпил а ю ю ю ю чё просим я вырастаю что я останавливаюсь гигантом я халк чтоб меня школьник халк мне не вылезти как я не могу при а вот я присел вот прикол жизнь буга-буга крушить бак отожли теперь меня никто не поймает кстати эффект халка может закончиться вон там линия зеленая она потихонечку исчерпает себя и когда она исчерпает полностью я стану обычным школьником о директор директор иди сюда смотри на мою мощь ты меня не поймаешь что такое да блин не могу иди сюда а я снял штаны ну-ка он поймает меня или нет что-то мне здесь директор ему побег вообще халк ты не халк он все равно по жопе ну дает и поймает выходим отсюда о нет с этим я тоже не буду связываться несмотря на то что я больше его он все равно какой-то крутой так а ну иди сюда иди сюда давай поднимай его чуть не могу подобрать этого ботана да вот этого который тут стоит хватай хватай ботана что такое то почему-то не ладно что-то не хватается что-то не то вот штаны директору я снял а ботана схватить не могу как насчет прыгнуть о как халк настоящий круто обалдеть нифига себе блин чума а ну-ка забор снесу нет забор не могу снести сил полно на забор сломать я не могу на крышу могу залезть конечно могу если удачненько запрыгну подожди сейчас запрыгнем классно а он на ту водяную башню я запрыгну интересно или нет по крышам дома не своего я прыгаю нет наверно туда не запрыгну на эту водяную башню есть конечно один вариантик у меня кстати сейчас эффект халка закончится надо будет потом еще выпить не к сожалению да прыгну все фух я думал я сейчас все кости переломаю ну ничего я живенький эффект халка закончился но у нас есть тобой крутой джет пак одно круче другого я правда не знаю что круче быть халком или летать на джет паки напиши в комментариях что круче так ну а вот он джет пак вместо рюкзака моего попробуем полететь нифига себе нифига себе а он закончится нет ну в смысле у него там топливо есть или он бесконечен о да мы наконец-то теперь можем посмотреть всю карту этой школьной территории ну как школьный вообще весь мир нашего школьника и он довольно маленький ну вот я взлетел на максимальную высоту и вот ты видишь всю карту маханька карточка но этого достаточно чтобы разнести нашу школу эпицентр всех событий это конечно же школа так ладненько попробую а я еще и воздухе драться могу нифига себе круто я ее классно так пацаны блин офигеть я все хочу джет пак по-любому когда его изобретут я обязательно куплю летать в школу 50-летним пенсионером буду летать школу так пацаны давайте мне задание задание что-то не дают а наверно снять джет пак надо и чё чё ты мне скажешь начни драку в столовке что ли вот она наша кафетерия в прошлый раз я тут изредненько так граффити подрисовал уже все убрали кстати нет граффити черным баллончиком я тут все изрисовал так мне нужно взять еду и начать драться едой я беру еду у пацан смотри какой дерзкий ушан стой куда пошел вот так вот тебе да я здесь я я я просто присел покушать вы чё пацаны вы офигели где моя бита я сейчас а они дерутся друг против друга жироба за меня заступился прикинь пацан ты кру кажется жироба сейчас отхватит блин надо его спасать они жироба сушатал этого чувака пацан ты вообще крут подлечись там ага подлатайся я за тобой забегу я я дал я твой должник по-любому как там говорится-то глаз за глаз а нет око за око если чё обращать короче прикинь я выяснил что на руки я могу брать только ботаны видимо из-за того что они худощавенькие хлипенькие и легкие других я поднять не могу к сожалению ну и ладно давай мы сейчас с тобой сыграем в боулинг вот тут у нас две кегли стоят и сатарайк не получился почему-то он отлетел от башки вот этой вот рыженькой в дредах у тебя дреда нет короче у тебя крепкая башка так ладно возвращаемся к нашей важной миссии пацаны чё дальше запустить бумажный самолетик в кабинет директора ну это что такое это это не серьезно пацаны у нас же по нарастающей все должно быть да какие-то детские шалости начались ладно пойду возьму бумажку бумажку можно туалетную но из туалетной бумаги не очень делать самолетики я пробовал я реально пробовал они получаются очень легкие но очень быстро разваливаются так бумажный самолетик у нас есть теперь бежим кабинет директора а в этот раз кабинет директора закрыт он наконец-то научился закрывать за собой двери значит нам самолетик придется пустить с крыши и залететь к нему в офис через окно а вот это сейчас будут виражи так кабинет директора кажется он где то здесь был на правильно там бабки валясь так надо спуститься бабло поднять и кабинет директор нет он не здесь он получается с другой стороны так нам понадобится джет пак взлетаем хорошо что у нас есть и кабинет директора где то есть это здесь вот-вот окно кабинета директора мы залетели прям к нему в кабинет но нам сделать нужно по другому ой куда это я чуть-чуть как ты в стенку вошел подождите ребят вылетел сквозь тем как я могу так вот залетаем на крышу берем значит самолетик и пускаем его и летим в кабинет директора сейчас мы развернемся по красоте пушки разворачиваемся главное об стеночку не удариться есть мы залетели прямому на стол красиво просто перфекта эй пацаны я джет пакер сейчас на пятую точку приземлюсь а нет не приземлюсь подожди а давай посмотрим как я на пятую точку приземлюсь прямо на фонтан ну-ка вот мы падаем 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 и нифига мне не словно росомаха мне вообще но пофиг чё там по следующему заданию давай украсть футбольный мяч с футбольного поля я это уже делал по моему в первой серии и мы знаем чем это все сейчас закончится ну а если ты этого не видел то сейчас узришь 300 спартанцев но в данном случае их чуть меньше чем 300 вот оно наше футбольное поле так парни тут разминаются но никто не играет футбольный мяч да он никому не нужен в принципе пацаны вы же не против да я у вас прошу разрешение никто не против да я же знаю что вы круче чем я бандюган вы же спортсмены у вас бицуха все дела вы накачаны да проходи пацан так свистнуть мячик все бежим 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 300 спартанцев согрелись на меня догоните вы чё такие спортсмены то дохлы не можете не спортсмен догнать я могу как-нибудь этот мячик кинуть давай кинем этот мячик кинь мячик я его убрал себе в карман я убрал в карман и они все равно бегут за мной я могу достать этот мячик нет но я могу я могу улететь нафиг от них полетели о пацаны драться начали чипсы чипсы мне пожалуйста давай 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 реши вопрос ништяк бабосики спасибо красава я никого своими руками не калечил они сами и кстати уже 64 бакса заработал на таких боях может быть бойцовский клуб открытие ладно об этом потом мне еще школу нужно закончить возвращаемся к нашим пацанам бадюганом пацаны бандюганы там такое было месила вы такой пропустили action чего у вас там последующей задачки пока что у вас какие-то по флой некий задача так короче мне нужно купить фейерверк и запустить его в библиотеке ты прикинь а у меня по-моему был фейерверк у меня был вот у меня есть фейерверк отлично летим в библиотеку библи а вот она библиотекарша мне даже не в саму библиотеку нужно запустить об библиотекарь щу то есть в женщину подожди то есть это даже не библиотека а это учительская мы в кабинете учителя а это значит библиотекарша все понятно я думал библиотекарши сидят в библиотеке они в кабинете учителя ну что поскольку у вас тут двое дамы я знал нет уже трое один мужик пришел я думаю вам нужно развлечься прям в голову надо валить а и меня поймали блин счет подери кстати у нас закончился пятый день ну что ж начнем следующий шестой пятый день промчался очень быстро что-то не нажимается прикинь день 6 и чё нам нужно сделать атаковать учителя математики из лука у меня кстати был где-то куплен лук вот он достаем его достань лук классовалась теперь васеп тетка да кстати наверное вот этот пацан в кожанке тем я играю он должен чепелявить да по-любому но должна же быть какая-то изъяночка в нем так что пойдем я сейчас отказать из лука постреляю в эту математическую а то я контролю меня от и конкретно бесит так математичка а это я-то думал что ты зам директора директриса коротку блин директрис короте ты мать из утилка математики вот смотри там еще одна утилка математики ходит вон там по улице ну ладно я короче разберусь с этой давай прямо в голову хэссат математика оп ой кривлю бабах валим бизым от суда быстрее карову пацаны спадите по ты мне нужно лекарство халка чтобы стал бацым ой-ой-ой-ой математичка не излишне меня пау па 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 платье не надо носить так интересно сколько денег у математики нет не трогай меня не трогай нельзя дотрагиваться за детей я не за ресторанно летний отстанет блин это терминатор за жидкий сплав господи не могу попасть есть контакт добивающий добивающийся и все это чуть давай свои деньги математичка о сколько у тебя там было чуть-чуть я так и знал что учитель математики получает немного ладно хорошие пиляет меня это бесит что ж пацаны я решил вопрос математичкой чё дальше взять пожарную машину и утопить ее в океане хо-хо-хо ты прикинь вот это уже жестко это уже не относится никаким боком к школе то есть мы сейчас на государственные органы будем покушаться именно на пожарное отделение где у меня джитпак полетели кстати как насчет превратиться в халка и взять пожарную машину в руки и боттон я надеюсь вы сделали мне новый эликсир сделали отлично выпиваем о ништяк крушить халк крушить ползать ломать поднимать кидать поднимаемся короче на крышу вот здесь вот это очень маленькая лесенка для меня сейчас но мы вылезем вот отлично и теперь бежим бежим к пожарникам мчс зеленый спешит к вам мчс зеленка вот она это водяная башня но тут нет пожарников а где могут быть пожарники мы неужели мне понадобится джитпак а я могу кстати одет джитпак на халка могу халк на джитпаке это мощно это сильно пожарная часть где же ты можешь быть пожарная чая слушая наверное здесь нет пожарной части скорее всего мне нужно устроить пожар а именно поджечь мусорки и вот тогда то тогда они приедут и я свистну у них машину как это было в прошлый раз ладно сейчас мы попробуем вас первая хочу попробовать халк ноги торчат у ее моё халк в катке теперь у меня халк рабочий гастарбайтер ну как у него ноги торчат это просто жесть так кстати полоска халка исчезла это значит что пока я сижу в этом катке я буду оставаться халком своего рода это мой костюм железного человека который знаешь впивается в мое тело иглами и поддерживать мое состояние ладно моя фантазия слишком разыгралась я выхожу и посмотри зеленая полоса исчезла это значит что скорее всего а нет он у нас снова появилась но блин но блин так хорошо берем значит нашу зажигалочку где она там у нас есть зажигалочка и поджигаем мусорку на канал горит пожарка приехала отлично то что нужно бежим скорее за пожаркой надо убрать только зажигалочку а то меня могут поймать где у нас пожарка а ее кстати не видно а начни вон она вон она едет я могу стой блин я хотел остановить своим телом пожарку но не получилось все я стал обычным пацаном да 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 пожарный там пожар иди туши ладно так пойду-ка я еще эликсир приму кстати как насчет того чтобы влететь в окно вот так вот не получается а если я разобью битой окно о здрасте прикольно быстрый доступ в школьный кабинет информатики интересно через окошечко я могу вылить разбили окно прыгаем не не получится слишком большой пожарочка моя я иду к тебе блин пожарник уже возвращается ладно чтобы он не уехал так пожарную машину я могу взять нет я ее не могу схватить я ее только сесть в нее могу хорошо садимся сели башка торчит вместо мигалки нога тоже торчит через лабаж а пожарник то куда делся странно но да ладно погнали это конечно эпично вместо мигалок халк должен кричать крушить крушить и ломать по всей видимости мы едем вместе с пожарником пожарник где-то внутри тачки сидит и походу что я сейчас его скинул вместе с этой машиной давай летим о да поскольку я халк и бессмертен в этой форме я решил утопиться вместе с машиной у нас это получилось дорогой кажется я тону нет я не тону ладно значит пожарную машину мы не смогли взять а если мы возьмем директорскую тачку ну такую маленькую а еще я хочу узнать какой урон я наношу в этой форме ну-ка нифига если пацан улетел в гагры я его даже не вижу так парень отойди это моя девчонка у меня с ней сегодня свиданка пошел пошел я не могу я не могу по нему попасть потому что он слишком маленький я промахиваюсь смотри так а вот я ногой могу пнуть о полетел давай прощай ну чё мадам пойдем на свиданочку нет ну иди сама гуляй тогда чё прилично и досталось так машины машины мужчины вот они наш машины так сейчас попробую ее поднять если могу я не могу это словно детская машинка для него ими ки-ми-ми-ми-ми как-то забавно все смотрится на самом деле. Но поднять эту машину, к сожалению, я не могу. А если я ее ударю? Вау! Убираемся на парковочке. Эти все машины припаркованы неправильно. Так, а если автобус еще попробовать? Ну-ка. Ой, что-то помбанет. Сейчас надо бежать, надо бежать, надо бежать. Вот это подрыв. Все, у меня способности халка закончились. Ой, ой. Но я все-таки успел ударить. Черт подери. Ой, знатенькая мне, конечно, откинула. Пластом лежу, не шевелюсь. А нет, все, бодрячком я встал. Берем новое задание. Оседлать лошадь и приехать в школу. О, что-то интересненькое. То есть я сейчас буду настоящим Д'Артаньяном. Или рыцарем на белом коне, если, конечно, там есть белые лошади. Кстати, в прошлой серии мы видели конюшню. Вон она, вон там он стоит. Сейчас я до нее добегу. Лошадочки! О, там реально белая лошадь. Ништяк! Да то есть я сейчас буду рыцарем. Круто! Возьму вот эту, которая припаркована в стойле. Садимся. Еее! Да это же целый ведьмак, блин! Где мои мечи? Все, мы приехали в школу. Еее! И куда мне нужно забежать? Прямо в школу на ней? Посторонись! Я забежал в школу, но всем пофиг. Эй, пацаны, девчонки, я на лошади тут! Вам что, по барабану? Ну вот. А можно кого-нибудь лягнуть этой лошадью? Нет, скорее всего нельзя. Ладно, я тебя тогда тут оставляю. Хотя нет. Такую красивую лошадку я, наверное, верну в стойло. Животные тут ни при чем. Знаешь, в чем преимущество лошади перед машиной? Она может сделать вот так. Хопа! И перепрыгнуть через забор. А здесь уже не перепрыгнет. К сожалению. Ладно. Пасись здесь, лошадка. Спасибо тебе. Ты такая приятная. Ну что, пацаны, что у нас дальше по плану? Швырнуть пять человек, используя гравити-пушку. Что ж. Так, пацанчик, эти девчонки не для тебя. Ты слишком мелок для них. Полетел! Девчули? Девочка, ну ты же понимаешь, что в таких чулках тебе просто, ну, не соблазнить меня. Поэтому у тебя нет шансов. Прощай. Ты пойдешь со мной на свидаточку? У меня есть гравит-пушка. Что? Нет? Я слишком стрёмно выгляжу? Да ты что, офигела? В кожаном костюме специально приоделся за соточку. Черт подери. Так, а вот этого можно? Иди сюда. Надо быстрее его выкинуть. Иначе он меня может схватить за мою прекрасную шевелюру. Вот он. Видишь, девочка от тебя свернулась? Ты явно не нравишься. Поэтому исчезни. Все, я решил вопрос. Несколько учеников. И свои личные. Что, пацаны, у нас дальше? Ёшки-матрёшки. Короче, нужно укатать пять человек в асфальт при помощи катка. Как долго я этого ждал? Боже мой. Я думал, это никогда не произойдет. Я хочу первым делом укатать директора. И вообще всех мощных таких чуваков, которые могут меня поймать. Так-так-так. Но вообще, кто попадется, тот попадется. Я не виноват. Вот он наш каток. Садимся в ню. Как долго я этого ждал? Пацан, ну-ка тебя раскатаем. Ой-ой-ой. Посмотри. Он в блин превратился. Но он, кстати, живенький еще. Смотри, я могу по нему ходить. А, нет, не могу ходить. Попинать могу его? А что, если я попробую на нем на кузнечке попрыгать? О, вообще без проблем. Вообще без проблем. Прыгается. Да, пацан, тебе досталось. Все, он, кстати, вернулся в нормальную форму. Так, хорошо. Поехали укатывать других чуваков. Прям в школу. А, в школу я не заеду. Сто процентов. Там просто, ну, видишь, какие двери. Даже через спортзал, где две двери открыты, я все равно не заеду. Вот этих вот хулиганов местных. Одного сплюснул, другим вообще пофиг. Слушай, еще один, еще один. Вот так-то. Хо-хо-хо. Congрадюляйшн. Что, все? День шесть закончился. Ух. Это были шикарнейшие дни. Особенно Джетпак и Халк. Это просто нечто. Если тебе понравилось, то есть тебя лайк. Подписочка на этот канал, если ты еще не подписан. И, конечно же, комментарий под видео. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.